МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Академия творчества, город мастеров и я гражданин. Каждая из программ направлена на развитие умения, навыков и компетенций, которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни, чем бы они ни занимались. Увлекательное путешествие по миру новых знаний начинается здесь и сейчас. Поддерживать сменовцев на протяжении всего их пути будут взрослые эксперты, вожатые мастера производственного обучения. Начальник лагеря артсмена Оксана Яськова поприветствовала ребят. Я желаю всем найти здесь настоящих друзей, раскрыться творчески, отдохнуть, набраться сил и новых впечатлений. Новые знания – это, конечно, важно, но и об отдыхе тоже забывать не стоит. Мария Панферова из Новороссийска признается, что в смену она приехала не только за новыми спортивными результатами, поделилась планами на ближайшие две недели. За эти две недели, думаю, многое успею. Много еще времени у нас есть. Все-таки второй день. Провести время весело, познакомиться с новыми друзьями, набраться много позитивных эмоций и отдохнуть от лета. Для участников образовательного проекта «Я гражданин» эта смена точно станет особенной. Юнормейцы и участники движения «Пост номер один» смогут больше узнать об истории своей Родины и обменяться опытом. Евгения Аникина состоит в этом движении уже давно, и теперь ей предстоит нести вахту памяти в смене. Мы ездим в разные города, то есть заступаем на вахту памяти, несем вахту памяти. И наша задача – побывать в разных местах, постоять на разных памятниках. И теперь пришла очередь смены этого памятника. Теперь мы здесь и будем нести вахту памяти. Впереди сменовцев ждет 336 часов ярких эмоций, новых впечатлений, интересных знакомств и удивительных событий, которые останутся с ними навсегда. Для кого-то эта смена станет началом пути к мечте, а для кого-то первым шагом в будущей карьере. А кто-то именно здесь найдет то, что искал всю свою жизнь. 20 тысяч минут пролезят очень быстро, но будут наполнены самыми искренними, важными и настоящими событиями. А праздничный салют в честь открытия 12-й смены дал старт этому отчету.